МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Будьте здоровы! Сегодня поздравления принимают медицинские работники Чуваши. Каникулы с пользой. В этом году столичный центр занятости планирует трудоустроить более 4 тысяч школьников. Праздник к нам приходит. Каким будет День Республики, рассказали на пресс-конференции. В начале выпуска о социальной политике. Михаил Игнатьев сегодня встретился с председателем Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов Чуваш-Ресовпроф. Анатолия Коршунова. На встрече обсуждалось взаимодействие органов власти, правительства, работодателей и профсоюзов. Шла речь о повышении минимального размера оплаты труда. Экономика все-таки должна быть для человека, а не человек для экономики. Поэтому предлагали такое решение. Поэтому спасибо. Мы надеемся, что это подстегнет и в небюджетный сектор не только для того, чтобы выплатить эту минималку, но и чтобы посмотрели работодатели, чтобы повысить заработную плату и всем работникам. Главная наша задача – отслеживать и принимать упреждающие меры для того, чтобы люди не остались без работы один на один. Есть соответствующие принятые программы, есть соответствующие принятые параметры бюджета, где малообеспеченным семьям, конечно, будем выплачивать детей субсидии. Поэтому наши встречи рабочие, они должны давать дополнительные возможности, чтобы выверить, правильно ли органы власти все делают, профсоюзов, как общественная организация отслеживает, сигналы вы правильные всегда давали и, полагаю, будете давать. И мы будем реагировать, как реагировали. Сегодня же прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На встрече председатель Кабинета министров, президент Торгово-промышленной палаты и председатель Республиканского объединения профсоюзов подписали трехсторонние соглашения о минимальной заработной плате в Чувашии, а также обсудили проект федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда работников. Соглашение предусматривает, что в организациях внебюджетного сектора экономики Чувашии минимальная заработная плата должна быть установлена на уровне величины прожиточного минимума. В четвертом квартале 2014 года в Чувашии он составил в среднем 6 988 рублей в месяц. Это на 1023 рубля выше уровня минимальной заработной платы. Профсоюзы считают, что это соглашение будет способствовать развитию экономики. Даже в период кризиса мы считаем, что должен стимулироваться внутренний спрос на товары и услуги, в том числе и через повышение заработной платы. Потому что мы считаем, что это позволит сократить количество жителей республики, находящихся за чертой бедности, будет меньше обращающихся за различными пособиями и компенсациями. Председатель кабинета министров Иван Маторин в свою очередь подчеркнул, что необходимость выработать новое трехстороннее соглашение назрела давно. Предыдущее было подписано еще 8 лет назад. Был кризис 2008-2009 года. Только Российская Федерация Республики набрала неплохие темпы. В 2011-2012-2014 годах вступили мы в новые кризисные явления, которые совместно с работодателями и с профсоюзом стараемся преодолеть. Но понимая, что откладывать данный вопрос уже было невозможно после долгих согласительных процедур, сегодня мы подошли к подписанию данного документа. Надеюсь, что он позволит защитить права работников в первую очередь, дать возможность работодателям иметь инструмент для развития этих отношений. Поддержал своих коллег и председателя регионального объединения работодателей Игорь Кустарин. По его словам, выстроенная схема профсоюза власть работодателей позволяет снять многие социальные вопросы. Объединение работодателей, в свою очередь, уделяет очень большое внимание развитию социальной роли, социальной ответственности бизнеса, созданию достойных рабочих мест, достойной зарплаты. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы как можно больше предпринимателей и работодателей не использовало практику серых схем, каких-то других процедур. И в этой связи мы воспринимаем подписание этого соглашения как очередной шаг к повышению социальной роли и социально ответственности бизнеса и развитию системы социального партнерства. Соглашение распространяется на юридических лиц индивидуальных предпринимателей, без образования юридического лица, работающих на территории Чувашской республики. На заседании министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлов рассказал о проекте федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда. Он определяет порядок и сроки по этапному повышению род до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году. Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, предлагается обеспечить соотношение МРОД с прожиточным минимумом трудоспособного населения на уровне 2014 года 64%, установив МРОД с 1 января 2016 года в сумме 7198 рублей в месяц или повышение размера МРОД на 20,7%. Основная проблема реализации норм статей 131 и 421 Трудового кодекса является то, что в случае доведения МРОД до среднероссийского прожиточного минимума в ряде субъектов Российской Федерации МРОД превысит региональные прожиточные минимумы. Данные законопроекта обсуждается во всех регионах страны. Готовится предложение от субъектов Федерации. По мнению собравшихся, увеличение стоимости труда станет стимулом для повышения производительности труда и сократит число нуждающихся в государственной поддержке. Члены Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений решили поддержать рассматриваемый законопроект, но с коэффициентной поправкой. Татьяна Мулак, Валена Алтухова, Андрей Шокров, Республика. В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Учитывая, что все население земного шара делится на две части – врачей и пациентов, этот профессиональный праздник можно считать всенародным. Врачей, фельдшеров, медсестер и всех, кто имеет отношение к этой самой благородной профессии, поздравляли сегодня в Театре оперы и балета. История здравоохранения – суть истории страны. Победа над теми или иными заболеваниями – это не только торжество медицины, но и социальные достижения. И сегодня один из главных показателей эффективности работы врачей – продолжительность жизни. А мы с вами в последние годы стали жить дольше. Снижается и смертность от различных острых состояний, благодаря созданию межрайонных специализированных центров. С момента открытия межрайонного центра в городе Шумерле, наша работа существенно облегчилась, потому что тяжелые больные с инсультом, с инфарктом миокарда, с тяжелыми травмами переводятся в центр, где оказывается квалифицированная помощь, что позитивно сказывается как раз на сроках выздоровления и качестве оказания помощи таким тяжелым больным. Они выздоравливают быстрее, и смертность за счет этого снизилась. Сегодня в отрасли здравоохранения трудятся около 19 тысяч врачей и средних медработников. Реализуется несколько государственных программ – модернизация, привлечение кадров, развитие медицинской инфраструктуры. Ведется масштабная профилактика. Впервые разработан и внедрен профиль здоровья городов и районов Чуваши. Как итог, люди стали относиться к медицинским работникам с большим доверием. Если в прошлом году в процентном отношении были удовлетворены наши с вами работы порядка 43%, то в этом году это 57%. Конечно, хотелось бы, чтобы все 100% наших пациентов, приходящих в наши лечебные учреждения, говорили нам слова благодарности. Но, видимо, у нас еще есть над чем работать, у нас есть еще куда стремиться. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев поблагодарила медицинских работников за то, что здоровый образ жизни они пропагандируют личным примером. Зарядки со звездой, прогулки с врачом, множество других мероприятий не обходятся без их активного участия. Но главное, конечно, это умение медицинских работников делать свое дело. Среди награжденных были хирурги и окулисты, педиатры и кардиологи и даже заведующие отделением гипербарической оксигенации. За этим труднопроизносимым названием скрывается барокамера. Сегодня в нескольких медицинских учреждениях Чуваши есть специальное оборудование для лечения кислородом. Но специализированное отделение только одно – в Республиканской клинической больнице. И заведует им Вячеслав Мизуров. Уши заложила? Да. Делаем глотательное движение. Простал. Официальный день медработника отмечается в этом году 21 июня. У нас еще есть время поздравить всех, кто не раз приходил нам на помощь и пожелать им здоровья. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. На заседании регионального политического совета партии «Единая Россия» утвержден список кандидатов на праймерис по выборам главы Республики и график встреч с выборщиками. Их 8. Сегодня первая встреча прошла в Ядринском районе. А завтра праймерис состоится в столице Чувашии. Праздник к нам приходит. До Дня Республики осталось меньше недели. И сегодня журналистам в подробностях рассказали о предстоящих мероприятиях. С программой познакомилась Ольга Пырычкина. 23 и 24 июня перед жителями Республики и в частности в столице Чувашии встанет непростая дилемма, а куда пойти. Мероприятий планируется очень много и даже те, к которым мы, казалось, уже привыкли в этом году, пройдут в новом формате. К примеру, Рудники России. Фестиваль стал настолько популярным, что участникам приходится проходить кастинг из полусотни заявок. Со всей России организаторы выбрали 19 лучших коллективов. Их концерт начнется 23 июня в 19.30 на Красной площади. А вот традиционные шествия перенесли на 24-е. Стартуют в 17 часов от Национальной библиотеки. В этом году шествие, которое перенесено на 24-е, будет иметь особенность. В нем будут принимать участие театральные коллективы нашей Республики. То есть на улице нашего города выйдут герои книг, любимых книг на площади Республики. Нас встретит молодежный флешмоб. Это маленький сюрприз для гостей наших фестивалей. Не будем разглашать, что конкретно делает эта молодежь. Единственное, что на площади Республики запланированы селфи и с гостями фестивалей. В этот же день, 24 июня, в 12 часов на Красной площади начнется Всечувашский Акатуй. Пока еще об этом никому не говорил, вот сейчас могу озвучить, изучая историю проведения этого праздника, нашего Агадуя. Кстати, даже наш Агадуй старше, чем Сабантуй. В эти годы исполняется 2000 лет. Две площадки у нас будут торжественные. Открытие в 12 часов на Красной площади. И потом мы дальше, после торжественного открытия, плавно переходим к монументу Матери. Там три момента. Первый момент – это воегарды, большой хоровод. Дальше обращение к Всевышнему. И третий, но самый интересный, на Агадуя готовили шурбе. Вы знаете, что такое. Каждый район должен был готовить шурбе. Но, к сожалению, пожарники, прошу прощения, что так выражаюсь, не разрешили. Но, тем не менее, дано задание каждому району. И каждый район привозит свои угощения. Из уже полюбившихся жителей мероприятий. 23 июня в 11 часов во внутреннем дворе Национального музея начнется конкурс «Русь-мастеровая». 24 июня в 22 часа на Красной площади стартует фолк-дискотека. Ну, а теперь о новых событиях в праздничном календаре. 23 июня в 16 часов по адресу улица Карла Маркса, дом 32. Торжественно откроются музеи Чувашской вышивки. Там будут представлены самые первые предметы, на которых мы видим изображение Чувашского орнамента. Там будут представлены сами экспонаты и как в комплексе костюма, так и отдельными предметами. И второй зал экспозиции будет посвящен деятельности, я назову, как эта фабрика называлась в 20 веке, альгейшевской фабрике Пахатерия, которая сыграла огромную роль в развитии, в становлении Чувашской вышивки на профессиональной основе в 20 веке. И еще одно новое грандиозное событие. 23 июня в 18 часов на Красной площади дадут старт Всероссийскому фестивалю «Святой Александр Невский». Указом президента Российской Федерации в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. И вот этот продюсерский центр «Невский город Москва» разработал целую программу, которая стартует у нас с вами 23 июня и будет продолжаться до 2021 года. В программе фестиваля это выступление культовой группы «Атака». Солиста «Хартеру» группы «Если» Стаса Бартенева и гвоздь программы в Чебоксарах лауреат Народной премии «Глаз Ангельской Руси» Владимир Нелюбин. Артисты покажут чебоксарцам и гостям столицы концертный вариант рок-оперы Александр Невский. Ну и, конечно, День Республики не обойдется без грандиозного шоу в небе. Два дня неба над Чебоксарами будут озарять лучшие пиротехнические команды, участники фестиваля фейерверков. Кстати, помимо столицы Чувашии в этом году основной праздничной площадкой станет деревня Асхва. Канарского района. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. К другим темам. Сегодня утром 48 легкоатлетов российской сборной прибыли в Чебоксары для участия в командном чемпионате Европы. На железнодорожном вокзале встретили представителей легкоатлетической федерации страны и наша съемочная группа. 8.56, прибытие поезда Москва-Чебоксары и вот они. Легкоатлеты, члены сборной России, которые будут выступать на командном чемпионате Европы уже через два дня. На центральном стадионе многие из них уже соревновались, поэтому олимпийский они не забыли. Насколько я помню, все здесь хорошо и мне все всегда нравилось. Насчет счастливой, несчастливой, я помню, что жесткая, значит бегучая и быстрая. Поэтому надежда только на лучшее. С особым чувством встретили прыгунди с шестом Анжелику Сидорову, которая выступает не только за Москву, но и за Чувашию. Дорога прошла в принципе нормально, вся команда в хорошем настроении. Конечно, чувствую ответственность и думаю, будет поддержка очень хорошая здесь, в Чебоксарах. Так что думаю, все должно пройти хорошо. Встречает сборную, конечно же, главный тренер Юрий Барзаковский. Ребята только приехали, сейчас они разместятся. Возможно, вечером сегодня будет первая разминка, соответственно, завтра основная разминка и послезавтра начало соревнования уже. Сейчас ребята определятся, кому как надо. Здесь уже идет индивидуальный подход в плане разминок, кому как идет. Соответственно, личные тренеры определятся и ребята будут разминаться. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Чебоксарский аэропорт один за другим встречает чартерные рейсы из Франкфурта на Майне. Они приземляются с разницей в полтора часа. Наша съемочная группа только что вернулась из аэропорта, где встречала спортсменов из Германии и Финляндии. Эти сборные прибыли в столицу Чуваши одними из первых. В аэропорту их встречали представители Оргкомитета командного чемпионата Европы и волонтеры. В составе немецкой сборной звезды мировой величины. Их команда рассчитывает на успех в этих международных стартах. Финская сборная прилетела практически в полном составе. Ее звезда Терра Петкамяки присоединится к своей команде позже. Нас очень порадовала солнечная погода. Когда мы приехали сюда, нас порадовало большое количество людей, которые нас здесь встречало. Я уверен, что Чебоксары – хорошее место для этих соревнований. Мы надеемся, что соревнования в Чебоксарах пройдут хорошо для всех нас. По прилете все спортсмены в сопровождении пресса Ташена отправились размещаться в отеле и гостинице. На отдых у них остался всего один день. А дальше борьба за медали командного чемпионата. Этина Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашию прилетел и президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свейн Арне Хансен. Он был избран недавно, в апреле этого года. Норвежец стал пятым по счету президентом ассоциации. 19 июня спортсмены начнут тренировки на стадионах Олимпийский и Спартак. А вечером они и гости чемпионата примут участие в торжественной церемонии открытия главного спортивного события года в Чувашии. Приглашаем на Красную площадь всех жителей столицы. К другим новостям. Провести лето с пользой. Многие школьники республики предпочитают во время каникул не только отдыхать. Более 4 тысяч подростков в столице республики планируют поработать. Где и как узнавала наша съемочная группа. Курьеры, помощники рабочих профессий, упаковщики, озеленители. Это еще не весь перечень, где работают подростки в свободное время. Ребята имеют возможность работать как в своей школе, так и на крупных предприятиях города. На сегодняшний день они с удовольствием принимают подростков. Вы видите, что подростками занимаются. Занимается и озеленитель, мастера здесь. Ребят, которые получили опыт первой трудовой деятельности, в городе уже более 2,5 тысяч. Всего по плану у нас 4100 подростков за год. Пять дней по 4 часа в неделю ребята занимаются благоустройством территории. Заработную плату выплачивает предприятие из расчета минимального размера оплаты труда. Также служба занятости выделяет материальную поддержку. Ученики 20-й школы города Чебоксары работают весь год. В июне трудоустроены 20 человек. По 2 часа в день кто-то работает в вожатом в школьном лагере, а кто-то в трудовой бригаде по благоустройству пришкольных участков. Очень усердно работали над зеленением территории. То есть и пололи здесь, и поливали всякие растения. Также помогали библиотекарю с книгами. Подклеивали их периодически и расставляли по полкам. Это просто весело. То есть мы здесь с ребятами занимаемся какой-то деятельностью. И все это как бы сближает нас и помогает, мне кажется, и в будущем. Кроме приятного времяпровождения, работа летом может стать и полезной. За свою занятость ребята получают и зарплату. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра в Чебоксарах будет временно ограничено движение автотранспорта. С 7 утра до 22 вечера по улицам, примыкающим к стадиону Олимпийский. А с 18 до 23 по президентскому бульвару улица Ленинградская, композиторов Воробьевых. Кроме троллейбусов. Также временно будет ограничено движение по дамбе Чебоксарского залива. С 6 до 8 вечера и с 22 часов до 23 часов 30 минут. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин